Девушки отдыхают Девушки отдыхают Второй факт. Для того, чтобы провести ночь с исландской девушкой, это, кстати, туристам на заметку, долгие ухаживания не требуются. Большинство исландок, что называется, easygoing. В том числе поэтому в Рикьявике так любят приезжать итальянцы и испанцы. Это означает доступная девушка. Третье. Жители Исландии практически всегда оплачивают покупки банковскими картами. Причем даже если заказывают кофе в баре. Наличными тут рассчитываться не принято, только если это не такси. Четвертый пункт. Язык в Исландии практически не изменился за последние тысячи лет. Так что в нем встречаются буквы, исчезнувшие из английского. Плюс жители страны без всяких проблем могут читать старинные саги викингов в оригинале. Это связано с тем, что язык не допускается в язык никаких посторонних слов. Пятое. В Исландии нет вооруженных сил. То есть вообще нет, кроме небольшой береговой охраны. Дело в том, что Исландия входит в состав НАТО, которая взяла на себя обязанности защищать эту страну. Шестое. Полицейские в Исландии не носят оружие. Пистолеты им не выдают. Оружие выдается только спецназу. Итог. Единственный случай использования спецназа был 2008 год. Исландия самая безопасная страна не только в Европе, но и в мире. Единственные и редкие преступления это воровство. Но, как правило, закон нарушают иностранцы или иммигранты. Седьмой пункт. Большинство исландцев до сих пор верят в эльфов и троллей, что приводит к трудностям при постройке дома или дороги. До этого, как для начала строительства, тот консультируется с местными ведьмами, шаманами, на предмет того, что можно ли сдвинуть тот или иной камень, или же под ним живет эльф. Иногда для этого, чтобы не обидеть эльфа и передвинуть камень, исландцы приходится совершать магические обряды. Например, некоторое время держать камень в меди. Восьмой пункт. Горячая и холодная вода поступает в исландские краны прямо из источников и гейзеров, которые здесь тысячи. Они настолько чистые, там настолько чистая вода, что не требует фильтрации, но иногда отдает сероводородам. Это единственный подвох в этой стране. Количество имен в Исландии также ограничено. В стране существует определенный реестр имен, из которых родители приписано выбирать именно имена для своих отпрысков. Если родители хотят назвать ребенка более оригинально, то они должны предварительно согласовать имя с властями. И десятый, самый интересный, наверное, пункт. Гордость Исландии и один из ее национальных символов – Голубая лагуна. Это совершенно уникальное геотермальное озеро, расположенное на полуострове рек Янес в юго-западной части Исландии. Размер озера около 200 метров в ширину и несколько километров в длину. Температура воды днем круглый год плюс 37 градусов по Цельсию. Дно лагуны покрыто черным бальзатовым песком и силикой – белой мягкой грязью. Каждый год озеро посещает более чем 300 тысяч человек со всего мира. Надеюсь, это было интересно для вас. Подпишитесь, поставьте лайк или дизлайк. Буду рад всем. Пока-пока!